Хочу обратить Ваше внимание на один из крупнейших модельных интернет-магазинов Hobby D.N.UA. Ассортимент магазинов рассчитан как для юных моделистов, так и для взрослых дядек. Здесь представлены различные товары на любой вкус и кошелек. На сайте можно найти как традиционные классические модели, так и редкие и эксклюзивные. Также присутствует огромный выбор сопутствующих аксессуаров, инструментов и модельной химии. Система фильтров поиска товара поможет сэкономить Ваше время, а квалифицированный персонал магазина оперативно обработает Ваш заказ и отправит в любую точку земного шара. Оказав в заказе промокод, указанный в описании к ролику, гарантированно получит скидку 7%. Hobby D.N.UA. Это Твои увлечения. Всем друзьям большой привет. Сегодня начинаю сборочку вот такой вот коробочки. Это у нас Benz, первый по сути в мире автомобиль с двигателем внутреннего сгорания и семейство Benz. Мама с сыном Яби. Что же, пришло время строить машину, а так как вот этот литник по сути и есть весь автомобиль и здесь по сути и деталей то нет, особенно какие-то там поверхностей, то я так думаю, что я буду красить это дело всю кистью. Нет смысла расчехлять аэрограф, все можно будет сделать вручную кистью, по крайней мере я так думаю. А как это будет в натуре, покажет жизнь. Ну и начну потихонечку собирать, если будут какие-то нюансы, какие-то замечания, я обязательно вам расскажу, покажу, скрывать ничего не буду. Ребята, это наверное самая нудная сборка в моей жизни. Тут, не знаю, даже порвать не за что. Отделяешь, зачищаешь, собираешь и все как бы собирается, все зачищается, все все нормально, без всяких где-то косяков. Ничего не ломается, ничего не гнется, все становится на свои места. Не знаю, что будет дальше, но пока, пока все хорошо. Значит, что хочу сказать. Передумал я красить кистью, наверное, все-таки возьму аэрограф в руки, покрашу аэрографом. Полностью как бы собирать машину не буду. Пособираю под сборки такие, какие можно будет собрать. Потом покрашу, может быть, уже что-то накрашу кистью и потом уже соберу все в кучку. Ну вот, ребята, по сути, вы видите перед собой автомобиль с Benz в разобранном виде. Практически все собрано, кроме рулевой колонки, еще пары мелких деталей, ну и, естественно, колеса. За колеса я сейчас и возьмусь. Напомню, у нас есть два таких литничка и кондуктор. Как с помощью этого кондуктора собрать колеса я пока не представляю. Да, кстати, есть еще самооплата отравления. Но я сейчас посижу, подумаю, попробую собрать одно колесо. И если у меня получится, вернее, одну часть одного колеса, если у меня все получится, то я, наверное, покажу и на камеру немного. Ребята, ну, вроде бы, подразобрался немножко и получилось у меня колесико. Вот так вот это выглядит. Видите, под небольшим углом, выдутая. Как-то так это выглядит. Значит, ничего сложного, как оказалось, нет. Главное иметь кондуктор и главное не снять раньше времени колесо с поддерживающего литника. Здесь у нас, как видите, есть четыре отверстия, а здесь у нас есть четыре таких вот выпуклости. Это мы ставим на свои места. Вот дальше я уже подготовил сами зубчики, да. Мы их выставляем. Ну, я выставлю потом правильно. Чисто показываю, как оно, например, должно быть. Там есть небольшие такие впадинки, то есть каждая спица в свое достаточно место должно встать. И затем еще такая вот есть такая прибуда. Мы ее в центр так ставим, прижимаем и потом суперклеем каждую спицу проходим. И после этого этому вынимаем и получается у нас такое колесо. Вернее, получается колесо будет еще в литнике. Аккуратненько отделяем колесо от литника и получится вот такое второе колесико. Ребята, пришла беда, откуда не ждали. Хотя, как беда, так. Небольшое недоразумение. Значит, а, кстати, зацените мой новый коврик. Посмотрим, насколько его хватит. Хватит его надолго. Как долго он будет таким вот красивым. Но вернемся к нашим баранам. Итак, колесо. Колесо. Столкнулся с такой проблемой, которая даже не представляла, что такое может быть. Значит, смотрите. Все сделал, все приклеил, все красиво, все зашибись. Отделил литник от колеса. И надо было зачистить пупырышки, которые, естественно, были. Остатки питателей. Так вот, взял я пилочку. Аккуратненько так же начал спиливать. И вдруг ни с того ни с всего колесо в одном месте лопнуло. И вот так и разложилось. То есть, здесь какое-то натяжение все-таки присутствует. Пластмасса испытывает какое-то воздействие. И, друзья, надо быть внимательным. Я, конечно, суперклеп потом все это восстановил. Но вот такой был прикол. Надеюсь, что у вас такого не будет. Кстати, собрал уже все четыре колеса, плюс два маленьких. То только вот один раз, именно на втором колесе, у меня такая была проблемка. Все остальное собралось и почистилось достаточно хорошо. Вот, друзья, немножко подкрасил элементы автомобиля. Здесь еще не весь автомобиль, большая часть. И теперь, в принципе, я могу немножко продолжить сборку. Кое-что собрать в кучку. Значит, как видите, здесь у меня уже сидушка готова. Пол, рама, двигатель, маховик, какие-то еще элементы. Но осталось там еще покрасить колеса. И так, по мелочи. Значит, старался я придерживаться инструкции по окраске, но все-таки не все так у меня получилось, как хотела осем. Потому как, ну, каких-то красок у меня просто нет. Приходилось искать замену. Значит, основной цвет это был черный глянцевый. Это корпус покрашен, там, да, двигатель. Кусок паховика. Немножко стоечки сидений. Сидушка сама черный матовый. Тоже у меня черный матовый есть. Тут у меня никаких противоречий совсем не было. Значит, вот этот элемент, это, я так понимаю, пол. Нам предлагали сделать цветом FX-57 дерево. Дерево. Но у меня такого нет. Я взял вот такую FX-78 Wooden Desk Tone. Ну, и, честно говоря, если посмотреть по инструкции, что должно быть на выходе, то, ну, более-менее цвет, когда попадает. Ну, еще, естественно, здесь будет смывка, поэтому, ну, немножко притемнится. Значит, вместо стали, все, что серебрится, это должно быть цвет сталь. У меня цвет хром. Хром. Нет у меня стали, к сожалению. Вот эти вот части. Это у нас медь. Это по-честному. Медь у меня есть. Вот красочка с медью. И вот здесь вот несколько элементов на балдашнике. Ну, их, по сути, тут не видно, но здесь несколько капелек должно быть латунной краски. Но латуней нет, уже нет. Поэтому я использовал вот такую вот золотую красочку. Вот, собственно, и все. Ну, и белые окантовки посередине. Это красочка, вот, FX2. Оно должно быть белым. Вот, все. И теперь я сейчас немножечко это соберу до кучки. Ну, и будем продолжать. Ну, вот я собрал эти все детальки в одну кучку. Вот так это сейчас все выглядит. Наш будущий автомобиль. В первой мере серийный автомобиль. И теперь можно, в принципе, продолжать сборочку дальше. Вот я специально выделял те элементы, которые детальки небольшие. Сами по себе я их отделять не отделял раньше, чтобы не потерять. Сейчас уже смело можно ее отделить, покрасить, приклеить на свое место. И так дальше потихонечку те оставшиеся единичные детали красить и вклеивать в наш автомобиль. Ну, друзья, преобразилось наше авто. Машина практически полностью собрана, кроме колес и рулевого управления. Значит, проблема большая такая. Это вот с этим ремнем. С ремнем дело в том, что как выставить вот эти колеса, чтобы правильно состыковался ремень. В инструкции не сказано. Пришлось, как бы, клеить на обум. И, видите, получается такое некрасивое. Как бы нижнее не видно, там ничего. А вот эта верхняя, как бы, бросается в глаза, его будет видно хорошо. Поэтому здесь, я думаю, еще выйти из положения. Каким образом? Поищу функу сантехническую. Она белого цвета, тонкая. И попробую ею это дело, как бы, немножко поверх сымитировать. Если же не получится, тогда, возможно, возьму немножко шпаклевки и эту ступенечку попробую выровнять, потом зачистить. Вот. То есть, как бы, вот этот элемент, узел самый такой проблематичный. А так, по большему счету, вот это собирается. Не скажу, что прям очень легко. Некоторые элементы держатся на одном контакте, что не совсем удобно. Но, в принципе, все вместе, когда соединяется, конструкция более-менее жесткая. Вот я имею в виду, вот, сам двигательный узел. Здесь проблемы нет. Здесь оно все хорошо и красиво. Значит, пытался сделать что-то наподобие сухой кисти, поработать над сидушкой, но бросил это занятие, потому как то, что получилось, вернее, то, что получалось, мне не особо понравилось. Здесь, правда, будет еще сидеть тетя практически на все сидение, но я постараюсь все-таки еще с ней поработать чуть позже, когда буду смывать пол. И, возможно, где-то смывкой поиграюсь и здесь. Может быть, добавлю еще сухой кисти, но, как бы, первый заход был не особо удачен. Пришло время собрать колесо, по крайней мере, первое. Значит, состоит оно из трех деталей, непосредственно две половины, левая, правая. И вот такая вот втулочка, покрашенная в золотой цвет, хотя должна быть покрашена цвет латунь, будет посередине. Естественно, клеить я ее буду на суперклей, так как это у нас здесь фотоотравление. Итак, РДБ-колесо готово. Вот оно как выглядит. С торца у нас получилась закономерная щель, так как фотоотравление, ну, все-таки, не заподлицо было с пластиком. Кое-где немного выпирало, элементов много, поэтому, ну, честно говоря, я и предполагал, что так будет. Я думаю взять шпаклевку, пройти с торца шпаклевкой. Оно высохнет. И затем еще раз аэророфом пройтись именно по краям. Закрасить шпаклевку, плюс, как видите, здесь кое-где слезла краска из заклея. А так, в принципе, колесико получилось неплохо. Давайте, может, его по шине приставим. Здесь, кстати, колеса не взаимозаменяемые. Здесь хоть и отверстие с обоих сторон, но в одну сторону становится, а в другую не становится. Ну, вот я угадал. Угадал. И вот у нас примерно так будет выглядеть наш автомобильчик. Так, ребята, ну, вроде как-то вот так вот все это посоединялось. Типа, такое колесо будет. Есть такие вот места, да, немножко непрокрасы. Плюс, вот здесь хорошо видно кусок шпаклевки. Надо будет закрасить тоже. Думал, что их можно уже цеплять, но, как оказалось, я не досмотрел инструкцию. А в инструкции написано, что эта резина, она красится не в черный глянец, а в черный мат. Поэтому, если я сейчас все перекрашу, может быть, в черный мат, а может быть, у меня есть краска, черная резина. И после перекраса приклеим это все дело на место. А здесь самой машинке добавил вот эти вот распорочки под передние колеса. Хотя, по инструкции их надо клеить уже вместе с колесом. И вот эта вот система нам показывает, что, в принципе, нельзя будет сделать автомобиль с колесом повернутым в какую-либо сторону. Колесо будет переднее только прямо. Как видите, прикрутила я колеса на место. Ну и машина стала как живая. Вот так вот она интересно смотрится. Есть еще такие недочеты, ну типа, как вот здесь. Ну, все это поправится, все это подкрасится. Просто у меня сейчас как бы переполняют чувства. Ну, реально прикольная машинка получается. Прикольно она смотрится. Поэтому до всех вот этих исправлений я хочу вам ее показать. Помимо исправлений здесь осталось буквально пару деталек. Здесь будет у нас рулевое управление. С этой стороны где-то будет тормозная система. Подножка будет небольшая. Тут еще вот там есть отверстие. Вот там вот видите, отверстие. Будет еще какая-то деталька. Ну, короче, сейчас... А, и вот здесь на колпаках тоже будут еще заушечки такие золотистые. То есть, я сейчас все это дело навешиваю, покрашу, приклею. И, по сути, машина будет готова на 100%. Что же, ребята, ну, вроде бы все. Вот так вот получается у нас дрантулет. Значит, что я добавил. Вот здесь заглушечки. Добавил подножку. Вскрыл коричнево-водной смывкой нашу подставку для ног. Она приняла такой приятный коричневый цвет. Кое-где темнее, кое-где светлее. Сразу видно, что это дерево. И, ну, так мне намного больше нравится, чем было. Здесь особо ничего со смывкой сзади не делал. Немножко капнул здесь вот сверху. На одну пимбочку и на другую так. Немножко выделил. А так особо что-то загрязнять, обгаживать я эту модель не буду. Естественно, здесь еще надо вклеить тормоз. Где-то там он должен быть. И рулевое управление, которое будет вот здесь. И еще там одна тяга от колеса до рулевого управления. И на этом детали все закончились. Но вот эти вещи я не клею по причине того, что если сейчас в клей, мне будет тяжело посадить тетку на свое место, чтобы не поломать все, что здесь у меня есть. Не поломать этот руль. И опять-таки проблема в положении рук и этих рукоядок тоже может быть. Поэтому это мы оставим на потом, когда я сделаю фигурки, покрашу посторонно свое место. И завершающим штрихом будет вклеивание от этих деталей на свое место. Значит, что хочу сказать. По сложности. Модель не самая простая, но и не самая сложная. Скажем так, из 5 баллов, скажем, сложность у нее на четверку. То есть, какой-то опыт должен быть. Модель не для новичков. Но из-за того, что масштаб большой, а деталей немного, в принципе, сможет с ней справиться любой, приложив немножко усилий и времени. Сама модель мне понравилась. Была бы линейка подобных экипажей, я бы, наверное, их собрал бы все. Ну а на этом, наверное, все. Если есть желание и возможность стать патроном канала, ссылочка на патреон в описании. Не забывайте ставить лайк, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик. Если есть что сказать, пишите в комментариях. Стройте с нами, стройте как мы, стройте лучше нас. Всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок